КОНЕЦ 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 Здравствуйте, Семен Дмитриевич. Здравствуйте, Степан Иванович. Ну, как здоровы? Ничего, благодатствуем. Ну, ну. Вот все-таки вспомнили про нас. Да, да, вот и довелось. Ну, ну, порадуйте стариков. Не ждали они вас, не чаяли. Да, да. А родитель ваш все к вам собирался ехать. Поеду, говорит, к сыну Степану Ивановичу. Да. Он, говорит, в Москве занимает большую должность. Ишь ты? Да. Да, очень весно у вас отсылались. Ну, да, по-стариковски, конечно. Да, да, да. А я вот взял, да и там приехал. Вот, вот. Слушка, Степан Иванович. Да. Значит, все-таки тянет вот на родную ту землю. Тянет, дед Семен, тянет. Вот, вот, вот. Вот ведь оно что получается. Альфийский. Альфийский. КОНЕЦ КОНЕЦ Здравствуйте, мама. Ох, так это чужим такой-то, господи. КОНЕЦ 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 Ой, да че я встала-то, а? А Стеша все бежит. Как сейчас помню, все она куда-то бежала. Десять лет прошло, она все бежит. Да ты что ей делал-то ее какое? Именно все бежит и бежит. Стеша, поди-ка сюда. Вот не знаю, сгодится, нет ли. Чему-то тратите, Степан Иванович. Ничего, ничего. Ну, а этот-то кому же? Да кто тебе сказал? Я сам привел. Дамусь, дамусь. Дамусь, дамусь. Ну, сынок, удивил. Спасибо за память, спасибо за внимание, именно к нашим Палестинам. Ну так. Надолго к нам? Это еще весь разговор впереди, батя. Ну так. Вид, имеешь из себя здоровый, солидный. В общем, с карточкой сходится. Да уж, какой есть, батя. Не знаю, угожу или нет, но выбирал самое, что ни на есть модное. Да-да-да-да-да, ну это мы сейчас выясним, что тут есть за музыка. Писано не по-нашему, не по-русски, в общем. Любопытно. Это кто ж такие поют? Это негры, батя. Так что-то не весело они поют, Степа. Здесь у них печальное, вроде как-то нестройное. Да ведь кто поет-то, мать? Сказано, поют негры. Ну, а какая у негр может быть жизнь? Известно, жизнь у негров хреновая. Извиняюсь, конечно. Ну вот и поют соразмерно, посредственно. Снимем эту музыку и поставим номер 83. Снимем эту музыку и поставим номер 83. Дорогие мои родители, родственка, у вас я пойду, у вас не причинать. Степан, иди сейчас друг. Вся бригада собралась, а бригадира нет. Ой, и то. А ведь я здесь до полного форса, а как ты мать был, чисто в том, не возьму. Я девчонка боевая, боевая, я и есть, а нынче бревичка такое боевый, мажай. А, каково, а? Да ну тебя. Ой, что-то хвастливо стал у меня гражданой. На старости лет, что не день, то хуже и хуже. Судит бабы на мосту, что я красава, за разу красави не высирает, так кому-то не нравится. Судит бабы на мосту, а что сурово я расту, а не сурово, бабы я расту. Степанович, придется побеспокоиться, а то без тебя, как бы, и крухнет-крухнет. Стежа. Ты, ты чего же ты, Степа, наделал? Совсем ты меня бабу напужал, попутал. Так ведь она танцевала, мама. Хорошо помню, я танцевала она. Так тогда, что было, годы Степушка не тих. Какие же танцы? Она ососит, он подымется, да, до полночи танцует. Ты здесь беды, блин. Ведь вот какие наши бабе танцы. А ты лучше на наших девчат погляди. Наших девчата, всему рейон голова. Вот она как, не говоря худого слова, прямо берет и ведет. В этом поступке вижу свою молодость. Идет. 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 Теперь проходите сквозь, знаете, с проческой. Теперь окружите, ошибки окружите. КОНЕЦ А ничего, Манюшка. И этот знатный гость, который нашел интерес взглянуть на наше житье-бытие, конечно, возможно, отнесется критично. Но, товарищи, именно не боясь критики, пусть чай он скажет со всей прямотой, что достигнут, а чего нет. И, вернувшись от нас в центр, пусть чай даст именно беспристрашную оценку за воеванием своего родного села, своих родных мест. Товарищи, тут, по-видимому, пора разъяснить некоторое заблуждение насчет моего приезда к вам. Или, лучше сказать, к себе, в деревню. Когда-то родное село послало меня в Москву учиться, набираться ума. Прошло с тех пор немало лет, и вот я вернулся. Вернулся, чтобы поработать здесь с вами. Попробовать создать здесь школу получше. Одним словом, школу, достойную нашей знатной деревни. Так, полезное дело. Значит, остаетесь и здесь? Да. О, ну что ж, полезное дело. Ну что ж, поговорим, сынок. Так, значит, не достиг. Не смог. Не сумел подняться и вернулся именно. Не солны, не павший. Вот положение на сегодняшний день. За что? За что мне, пожилому человеку, такой позор и столько горе? М? Вот он. Вот он сидит и буквально скалит зубы. Что ему за печаль, что у отца душа сгорела? Ах, ведь есть за которым людям счастье. У Худякова Алексея сын человек, а что был? Сопляк, мальчишка. Город по огородам воровал. Приятелях с тобой без стыдником ходил. Он, брех, в небе летает. Имеет ромбу. Воздухе почет. И на земле ему почет. А я-то дурак. Думал, мой от всех переклистил. Куда, мол, всем до моего Степана. Ну, нет. Значит, подбила моя порода. Ай-яй-яй-яй. Зверя ты все это, отец. Зверя ты себя расстраиваешь. Молчи. Сейчас не говори ни слова. Сейчас ты молчи. Ты что же так отцу спину воруешь? И мне ответ на вопрос. Что ты со мной сделал? Вы кое-чего недопонимаете, бат. Ну, успокойтесь. А утром мы с вами поговорим. Утром? Мне до утра еще дожить надо. Как завтра по селу пойду? Вот в чем вопрос. Как в глаза-то людям посмотрю? Спасибо, Степан Иванович, за награду. От всей души благодарю вас, дорогой сынок. Кажись, это шумело. Это что, бат характер же, не ужас. Да, строгий мужчина. Строгий. Это только видимость одна, Груня. Так-то и добрый он. Добрый. А он как наступает? Это ж понять надо, Груня. Ведь он Степана пуще себя любит. Ведь только твердит, мой Степан. Да мой Степан, вот и мой Степан. Зря ругает. Ты знаешь, Марийка взглянула ему в глаза, так сразу вижу, что это содержательный. Я этого Груня не отрицаю. Он очень умный человек. Только вот именно дурашный какой-то, тот, что себе в голову забьет, так селом не выбьешь. А ну, мальчишка это такой был. Я помню. Груня, вот какая у меня есть мысль, что если спросить нам об отцовке, поехать поглядеть в общем жизни. Ну, а что ж. Вот я так рассчитываю. Еще как на курсы ехать, а поедем погулять. Например, в Мурманск. Светлай Шевензов рассказывал, что в этом городе, в Мурманске, солнце нисколько не заходит, а так встанет на небе, а как рук стоит. Да. А зимой в тех местах можно наблюдать явление северной сиянии. Они будут перья всех-всех цветов. Очень красивый, замечательный вид. Вот это явление интересно бы наблюдать. Слышь, Груня, ну что, большое дело, взяли да поехали. Груня, я тебя примечаю. Поскольку мы с тобой отличились, так все ребята теперь шею клонят. Ну, буквально смешно. И каждый норовит, чтобы им нажениться. Но я за себя, Груня, твердо решила ответа ни с к кому не давать. Вот хочешь верь, хочешь не верь, но ни с к кому интереса нет, Груня, у тебя. Вот у меня именно что нет, а у тебя есть. Кто? Кто? А кто есть, то ты есть сама, знаешь. Расскажи, на какую букву? На букву Р. В общем, район. Ну, коль ты так ставишь вопросы, я не отрекусь. Ну, и ты, Груня, не отрекайся. Я же, коль на тебя сегодня смотрела, все примечала, не зря так руку Степана велась. Ай, графена, смотри. Ты, подруженька моя, ты моя советница, а мы с тобой поговорим, не знаешь, что я не сплетнется. Хоть зря она его поглядела, манюшка, зря. Как увидела его глаза, так будто что толкнул. Несвободный он, маленький человек, несвободный. Будто что. Так и видно, и в обращении стеснительное, знаешь, под в секрете, что держит. Ладно, что на курс уезжаю, а то натерпелась бы я из-за его, лебнула бы горько. Да ну течет, как ворона раскапалась. Ой, серый камень, серый камень, серый камень, пять пудов, ой, серый камень, столь не тянет сквозь проклятая любовь. Батя вернулся. Кого опять не начал? Беда с ним, чисто маленькая. Пойду, что ли? Провозни подруга. Ну так что? Здравствуй, дядь Семен. А, здравствуй, Стефан Иванович. Что сказывают люди? Опять возвертался ты к нашей деревенской жизни. Верно. Так ли, Брежут? Верно, дядь Семен, верно. А, ну, туда, так. Что ж имеешь предположение делать? По хозяйству ли, как ли? Учительствовать буду, Верно. А, ну, да, конечно. Которому здоровье не позволяют по хозяйству, либо способности то и нет. Ну, конечно, можно и учительствовать, податься. Да, это так. Вот-вот. Куда, куда тебя лёжий несёт? Что это значит и как это понимать? Вот положение. Передо мной два члена колхоза. Хорошо. Во дворе стоит лошадь. Ладно. Да, лошадь стоит с шести часов утра и прибирает тот же колхожный лёж. Вот. Вот она, лошадь. Теперь на часах времени двенадцать часов и шестнадцать минут. Вот положение. Людям дан наряд на вывозку на два. И эти люди, стейся, передо мной. А на ту лошадь у меня на столе лежит шесть заявок. Ну, как это всё в целом назвать? Ого! Позор на весь район, чтобы во простовом колхозе не ребятам с подобной земли. Возьмём ещё вопрос. Куда я теперь наряжу ту лошадь и как возмещу простой убыток? Вот кто мне ответит на этот вопрос? М? Товарищ председатель. Дайте мне эту лошадь на вторую половину дня. Мне как раз нужно съездить в район. Чего? Чего? Почему я? Чего? За школьными пособиями. Через чур вы прыгкой, товарищ педагог. Вы возьмите, да пройдите пешочком до станции, а там билет сорок копеек до району. Ну, а в районе опять пешочком пройдёте. Что ж касательно школьных пособий, то вам придётся просить, просить и просить. А когда вы допроситесь, вот тогда бесспорно лошадь мы вам дадим. И вы их бесспорно доставите всему. Вот вам мой ответ. Товарищ председатель. Во-первых, лошадь я вам плачу из школьных фондов. Это раз. Ну так. А во-вторых, если я сегодня не привезу учебных пособий, то лошадь вашу никогда можете мне больше не давать. Так вас и устроит. Ну что ж, это по-деловому. Значит, если не приведёте, то лошади я вам больше не даю. Тучка! Товарищ Кукин, запредите комика, товарищ педагогу. Ну-с, так кто же мне ответит на этот вопрос? Товарищ Кукин Корректор А. Товарищ Кукин Корректор А. Здесь в классе вы, ученики, будете учиться у меня, вашего педагога, разнообразным знаниям. Давайте поэтому сразу установим отношения. Всякое дело требует дисциплины. Учение есть величайшее дело в жизни человека. И поэтому требует... Что? Дисциплины. величайшей дисциплины. Когда я, ваш педагог, вхожу в класс, следует установить полную тишину и приветствовать меня, стоя. Понятно? Понятно. Попробуем проверить. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Попробуем сейчас же. Вот теперь все понял. Сядьте, товарищи. Для начала мы с вами прочтем одну небольшую вещичку. А что это за вещичка? Вы сейчас узнаете. Ванька. Сочинение Антона Павловича Чехова. Ванька Жуков. Девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в учениях сапожнику Аляхину в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутренней, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чемнилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна и прерывисто вздохнул. Милый дедушка Константин Макарыч писал ему. И пишу тебе письмо. Письмо. Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать. А вчерась мне была выволочка. Хозяин вывал от меня заволоси на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть огурцы у хозяев, а хозяин бьет, чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши, а вечером тоже хлеба. А чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Мини-дедушка, сделай божескую милость, возьми меня от седа домой на деревню, нету никакой моей возможности. Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить, увези меня от седа, а то помру. Мой дебильник. Сядь. Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул. Я буду тебе табак терять, продолжал он, Богу молиться, а если что, то сети меня, как сидорову козу, а ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, аль за место Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. Приезжай, милый дедушка, продолжал Ванька, Христом Богом тебя молю, возьми меня от седа, пожалей ты меня, сироту несчастную, а то все меня колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу. А еще кланяюсь Алене, Кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай, остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай. Ванька свернул в четверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку. Подумав немного, он умахнул перо и написал адрес на деревню дедушки. Потом почесался, подумал и добавил Константину Макаровичу. Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель. Малыш, адрес дойдет, он мне верно написал. Не дошло его письмо, не дошло. успокойтесь, ребята, письмо дошло. Сядьте, ребята. Сядьте, дедушка. Письмо дошло, товарищи. Оно не попало в руки к дедушке Константину Макарычу. Оно попало в руки другого человека, который посильнее дедушки Макарыча. Тот человек нашел Ваню Жукова и вышвырнул его хозяина Аляхина вон из нашей земли, как вышвырнул всех хозяев для того, чтобы Варя Жуков мог учиться, мог стать большевиком. Имя этого человека Владимир Ильич Ленин. Правильно. Ленин. А за Ваню Жукова вы не беспокойтесь, ребята. Я его знаю. Он вырос, стал большим, настоящим человеком, хоть бы и вам такими стать. А пути у вас для этого куда как легче. Не то, что у Вани. Вот ведь затем вы пришли сюда. А? Вани. Вани. Ай, книжек, книжек. Чисто читали. Наключитель. Грифель. Положь на стол. Что ж, часто называют? Да, через три дня на четвертый. Кто ж ты его так помнит? А кто его знает? Москва, город большой. Крестьянская война в Германии. Приверих Энгельс. А рука-то женская. Брось ты объем думать, Груня, ведь только зря ты себя расстраиваешь. Поскольку родной он мне брат, так я все про его знаю и заявляю тебе, что зря и зря. Ты знаешь, кто у него есть? Кто? Карточка. Что ты? Да. Я уж не хотела тебе говорить-то. Да он который раз всех вытащит, поставит перед собой и все смотрит, смотрит. Глаза у него, да и того жалостливые сделают. Так что и не надейся. Красивая она, карточка-то та. Ужасно красивая и как есть я в жалку. Идешь она. Марию покажи. Ой, что ты, Груня, да ведь она у него спрятанная. Спрятанная. Как бы не спрятанная была, б я сама увидела. А ты достань. Да ведь спрятана она у его, Груня. Подруга. Не подруга ты, а братнина сестра. Груня! Вы что, девушка, а? Стёпа, в общем, я у тебя тут придиралась, а Груня вот и пришла. Пришла и говорит, Мария говорит, дай мне книжку. Ну, книжку, в общем, я ей дала. Ничего. Ничего. Здравствуйте. Здрасте, Степан Иванович. Я пойду мне. А что за книжка? Да ну это какая-то христианская война. Какая? В Германии. Ну да, в Германии. А Хенгельс? Да, Фридрих Хенгельс. Полезная книжка. Только мне рано не будет. Чего же. Полезная книжка. Девушки, вам пора. Чего же. Ой, да неверно. Чего же это, а? Иди, иди, не ждите меня. Я минуты пять задержусь. Цистьянская война в Германии. К чему это я осталась? Уехать бы сразу и нитку оборвать. А ты из-за чего осталась-то? Из-за учения или из-за учителя? Ты это разбери. Ничего я, Манюшка, не разберу. Все в голове помешалось. А только жизни полной нет. А так тянусь от одни к одню. Ладно, пойдем, что ли. Круня. Да ладно. Ну, полный сбор. Даже дед Семен спечеств нет. Да и как же, Стефан Иванович, каждый свой вопрос в жизни нет. Неужели каждый? Тогда надо начинать. А то, пожалуй, всему не ответишь. Здравствуйте. Груня. Ты задай ему свой вопрос. Мол, любит ли учитель, нет ли? Может, он тебе ответит? А вот спрошу. Ой, да ты чего? Близька даже затряслась вся. Ну, даже шутки-то шутить нельзя. Ну-с, приступим. Вот я хочу спросить. Давай поближе к Свету, а то не видно, кто спрашивает. Встать на стол. Изобрел? Ага. Только не вышло. Да, в общем, не действует. Так, попробуем разобраться. Так, попробуем разобраться. Да. Встать на столхозом имени Энгельса П.И. Боля-нингер. Боля-нингер. Саратовская область. Пышка, отец, ты пошел бы. Ну? Здравствуйте, Александр Сергеевич. О, Александр Сергеевич. Мамаша. Здравствуйте, конечно. Ивану Федоровичу, председателю. Сколько лет, сколько зим? Пожалуйста. Некогда, некогда. Одевайся, я за тобой. И откуда же? Что за успех? Вот чай выпьем? Да еще у меня к тебе есть два вопроса. Чай не хочу. На вопрос не отвечаю. В силу чего? А в силу того, что на вопрос тебе сын ответит. Ах, вон оно что. Вон оно что. Так, так. Не стык. Одевайся. Ну, ну, к чему все это? К чему? Одевайся. Выражаюсь тебе. Передовой человек, а занимаешь такую позицию. Я вот из района приехал. На твоего сына посмотрите. Ну, бери свои два вопроса. Идем получать ответ. Какие еще будут вопросы? Вот у меня есть вопрос. Вот. Поскольку я человек пожилой, ну, конечно, слышу, смехаю, что говорят, где бога нет. Ладно. Это я. Это я. Свободно. Допускай. Но вот хочу узнать, откуда что взялось, как что и сделалось, и кто все это и сделал. Вот мой вопрос. Вот мой вопрос. Вопрос непростой. И ответить на него сразу нельзя. Да, да. Ну, прежде всего надо сказать так. Кто создал мир? Да, да. На этот вопрос отвечу точно. Никто. Как все создалось? И из чего? Вот, 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 вот. Именно, именно. Ответить тоже можно. Только для того, чтобы понять такой мой ответ, обязательно нужно кое-что знать. Так вот, ты скажи. Ты скажи, сынок. Ты скажи, а я именно определю. Узнаю. Узнаю. Сказать. Ну, слушай. Все, что ты видишь вокруг, и ты сам, произошло из единой материи. Материи. Это как вам не определить. К чему вы? Материя постоянно, а мир вечно изменяется. Вот, к примеру, земля. Сейчас что? Тверда. А была туманность. Туманность. Ну, вот. Для того, чтобы понять эти мои слова, нам всем нужно много поговорить, поработать, поучиться. Тогда все станет ясно до конца. Ну, да. Это конечно. Какие еще будут вопросы? Пожалуйста. Пришла графена. Сзади Мария. Степан Иванович, вот у меня есть вопрос. Пожалуйста. Что, на Луне люди есть или нет? На Луне жизни нет, Грун. Спасибо, Степан Иванович. Пожалуйста. Так, товарищи. Сегодня на этом закончим. Вопросы серьезные. Куда там? От аэродинамики до космогонии. Вопросы серьезные. Да ответ маленько хромает. Зря. Отвечал он правильно. Она видать как правильно. Так что, Александр Сергеевич, на мои вопросы давай уже сама отвечать. Так-то она вернее будет. Беда с твоим стариком. Чего там беда? Школу давай. Будет школа. Александр Сергеевич, зайдете к нам? Придется. Степан Иванович, вот я стеснялся как-то вас спросить. Вот не могу разобрать, что есть анапест и что есть именно хорей или амхвибрахи, а? Что? Амхвибрахи. Или вот что, как сложиться, нет. Тут как-то не точно изложено. Для этого не знаю, Петя. Не знаю. Зайди ко мне завтра. Вместе как-нибудь разберем. Ну что он? Ой, не говори. Да что, расстроился? Чисто беда. Книжки все как есть перерыл. Из угла в угол бегает сам с собой и говорит. А теперь-то что схем? А сейчас я в шелку заглянула. У стола привалился. Не то он чего пишет там, не то так страдает, мучается. Маня, я пойду к ему. Ой, дядь, как велико бы он тебя не направил. А и направит, Маня, так от его стерплю. Да. Что, Груня? Степан Иванович. Степан Иванович. Ах, выходит, непростое дело людей-то учить. Иной раз и знаешь, а сразу не расскажешь. А иной раз и просто знания не хватает. А? А надо знать, и людям передать, и людям передать. Вот что, Груночка. Пойдете домой? Простите, пожалуйста, почтовый ящик. До свидания, Степан Иванович. Пожалуйста. Пойдете домой. 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 КОНЕЦ 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 А не сказать картошка. Извиняюсь, конечно. Во, так! Интересно полюбопытствовать, Именно что и каким образом развивается в смысле учение молодежи. Это все, что такое есть. Как будто именно стих. Да. Кто автор? Сорокин Петр. Тут написано. Сорокин Петр? Да что же, ежели в том смысле, что он сам написал, то это небывалое чудо. И невозможно поверить. Тем не менее, факт. Сорокин Петр. На горе стоит большое Мариинское село. За селом и под горою бежит речка Весело. Там колхоз организован, там согласно все живут. И во всем селе в обиду никого уж не дадут. Скажите, пожалуйста, ну кто мог это думать, кто мог гадать? Поэт, народный поэт, вот положите. Это Петянька Сорокин. Петянька. Вот тебе и Петянька, Петянька. Что делается? Лишь парнишку одного-то все шпигуют, дразнят, бьют, потому что за него-то заступиться некому. И не в будень, и не в праздник не дают спокойно жить. До того его додразнят, что он к речке убежит. И укрывшись от народу в прибережную траву, он глядит тихонько в воду на рыбешку на платвор. А ведь кто он есть, хулиган или назгал? И что мы видели от него, окромя горя? Ну дела, ну дела, ну дела. Товарищ педагог, ежели мальчонке надо помочь с мыслью материально, то колхоз на это средств не пожалеет. Пущай растет свой народный поэт. Вот что, батя, подачек ученику Петру Сорокину не надо. Ты чем Петьку поддерживать, школу бы лучше поддержал. А уж Петьку мы сами поддержим. Вы уж не волнуйтесь за это, товарищ председатель. Ха! Опять! Но замечу, поскольку держишься ты этой школы упорно, то, видимо, школа эта все же будет. Вот мой сказ, а теперь гадай. На, на рыбешку на платку. Вот они, как резво вьются, не обидят никого. И у парня слезы льются, не хватая щек его. И тогда зовет он матку. И приди, приди хоть раз, успокой и речу сладкое, слезы вытереть в глаз. Ну, размокла. Ну, чего встала? И к чему это здесь вредешь? Люди сидят, ждут чай пить. Она встала у дверей, ну, воду из глаз лить. Ну, выйдь да вздуй самовар. Вот что, отец, вы этот разговор бросьте. Пока я в доме, я не потерплю, чтобы член партии, старый партизан, мог так помыкать женщины. До чего довели? Не баба, а полудура какой-то бегает по дому. Позор! Пойдем, завтра собрались. А, папаша с сыном беседует. Эта картина знакомая. К чему это, Степан Иванович? Погоди, Стеша. Ну, к чему это вы с леемки-то режетесь? Дайте-ка сюда. Прибрал он меня, Маня. Степка-то говорю. Прибрал. А, положите. Погодите, он вас еще не так приберет. Ну, ты не очень-то. Для чего власть взяли? Вот что, Мария, давно хотел тебе сказать, как у тебя стыда хватает. Что вы, Степаниду, батрачку себе сделали? Сама нашла себе жизнь, а ей хоть бы каплю внимания показала. Она за тобой убирает, помои носит. А ты будто так и надо. Значит, не ходить. Куда еще? На спевку. Ой, не знаю. Сама подумай. Значит, закрепощаешь. Всем и замуж не идут, так брат закрепостил. Вот это так. Ну, ладно, иди на свой спевку. А завтра возьмешься тебе Падеду на работу, приставишь к делу. Стежка-то. Ну, что ты, позабыла, что к чему. Ну, напомнишь. Можно. Нос педагог. Народ посвящаешь. Так. Заодно и папаша своего просветить затеял. Ну, что, дело хорошее. Конечно. Вам педагогу виднее. Там разные задачки решать, что, как, почему. А вот я, к примеру, темный человек. Так который год одну задачку решаю. Как Петров день, так зарез. По косой коси. А в Мариинском престол. Народ гуляет. Да ни день, ни два, а до пяти днем. Вот, товарищ педагог, эту задачку решить была одна. А задачек таких у меня немало. Азыкнуть я тоже умею. Да еще тебя получу. Ну, а затем до свидания. Миничо. Миничо. Ау. От Проводинской жены с ладами идут. А кто-то кто? Какие? Под ветхи. Ветх, купи дождь, кр DDR, А я за границу твою тяпчок, А я за границу славу тяпчок. Когда я здорово parce, А яqueц, рожейся, С картофеля, Известы да цел听 меня, А я новое дожитцы, А я XP-та. Просто и вот я��를 лщу на кожу тяпчок, Куда ж ты, Петро, вот день, с конца молча? Именно массовый энтузиазм. Вот положительный. Извините, братец, здравствуйте. Товарищи, мы присутствуем при начале движения поднятого женской орденоносной бригадой за создание школы десятилетки в нашем селе. Чем знаменито наше Мариинское село? Знаменито оно своим колхозом. Знаменито знатными людьми, среди которых назовем комбрига Константина Худякова. Вот получил от него письмо. Кланяется вам, товарищи. Знаменито девушками орденоносками. Знаменито колхозным активом. Чем же еще знаменито наше Мариинское село? А вот чем, товарищи, никудышной школой она знаменита. Как построили кулаки да целовальники. Церковь на миллион, а школу на копейку. Так и живем. А чуть потянуло парнишку или девчонку к науке, то и норовят бежать из села. Потому что здесь-то им в учение податься и некуда. Вера, Степанович! Да не тружись, ты не задыхай, что горе мою. Скажи, Степанит, скажи, и народ-то ведь все свой собрал. Да что ты делаешь? Бабочки! Женщины-родительницы! Мань, да к чему я? Такие же вы! Женщины! Вы не сметитесь надо мной, что я скажу! И что я вышла в престол на работу. А не была на работе сколь лет. Все по дому, все по дому. А теперь я вышла! И я вышла работать за ту школу! За ту школу, что учить вам ребят. А у меня ребят нету, Бог не дал. Я тебе расскажу! Я сама пойду в ту школу! Бабочки! Аку jest to Bangladesockey! Nie jutro, boca jest to! Nie он Onun Поехали, гороскоп! Пособасили. Ну что ж, время подходящее. Садись. Бать, что ты искупаться потянула? Ты поезжай, а я пешком дойду. Зачем пешком? Купайся. Я объеду, взгляну, в общем, оботрею, как управлюсь с покосами и заеду это место. Ну, спасибо. Одного я тебе, Степашка, не могу простить. Но как же это так, что Коська Худяков именно поднялся, вырос? В ком бриге? Ромбу носит. В небе парит. Вот положение. Да ведь не всем же в небе парить, батя. Ну, один в небе парит, другой по земле ходит. Так оно в жизни-то и бывает. Ой, нет. Не понял ты меня. Не понял? Эй-эй! Эй-эй-эй! Эй-эй! Че уставился? Че смотришь? А что такое? Что тебя убудет, что ли? Вот смотрю и смотрю. Да, по мне хоть как. О как, о как, о как. Да ты чего на самом деле одеться-то дашь или на кишом тебе заставишь? Ну-ка что, одевайся. Да, это ты. Да, это ты. Да. Малину, Малину, И сейчас я прийду, И ты я домой пришла. Малину, Малину, Вашня пенится, Вашня пенится, Малину, Малину, Как я домой, Позвольте, Степан Иванович. Ну чего торопишься? Сядь. Поговорим маленько. Пойдемте. И ноги не держишь, что ли? Пойдемте. Перкупалась толщина. Дорогие дали воля, а теперь хотят, кто не отпустили камень, вода тяжело, смотреть оттат. Серый камень, серый камень, серый камень, без пузовок, серый камень, что не вталит, хоть разлятая львов. А я хожу, 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 за камней запинаюся, я люблю, 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 не запираюся. Хороший грибок, малый, я хорошего люблю, луга-пеный, я хороший постараюсь. Ну что? И не говори, да что, расстроился, заперся, опять карточку достал, смотрит. Ой, все-таки достал. Чистая беда, я заглянула к ему, Степа, говорю, на закладку пора, а он как выкнет на меня, Мария говорит, выть отсюда, слета весь черный, черный. Обеспокоился. Первый раз такую вижу. К чему, Бальдон? Кто его знает, письмо какое получил, чего ли? Закладка бы не началась еще. Нет, еще Ремезова ждут. Грунт, и погодитесь маленько, я пойду погляжу, как он чего с собой там не сделал. Степа. Степа. Ну что тебе? Ты уж как хочешь, а только пора на закладку идти. Народ, ты уж собрался, пойди. Сейчас. Ой, что ж такое дело? Вот она, какая любовь-то вышла. Недолго. Груня ждет. Пойдем, Груня, не поздно еще. Куда же, Степан Иванович? Живо пойдем в сельсовет, ну и дело с концом. Зачем же в сельсовет? Записаться, вот зачем. Ах, вот зачем. А я дурник умерла. Думала хоронить, вы кого торопитесь. А вы, значит, записались. Только есть вот что, Степан Иванович. Никуда идти я с тобой не пойду. Так что зазря от себя не беспокойся. Никуда я с тобой не пойду. Вот и весь мой сказ. Ты б спросил по любопытству. Любит ли тебя, или нет ли? Учитель, учитель. Человек вы будто новый. А эти рассудили-то по-старому. Ну что ты, дурашка, м? Что ты так напугался? Думал, ты надо мной шутку шутил. А нет. Как раз я над тобой пошутила. Вот ведь она как. Шутил. Что ты так напугалась? Да я подошла. Сейчас! Черт, я напугалась! Да-как-как-пу-си-как-как. А если тебе не赤, Девочка моя покинула, я его с людьми в госом ряду покинула. Груля! Я, мама. Ай, как-то домой, дочка. Я на закладку пойду, мама. А, ну и дочь. Степушка, милый ты мой. Ой, да что же это я надела сейчас? Груня! Что, Манюшка? Ой, да это чё ж прям же вам произошло? Ты ему высказала, да? Открылась, да? Ой, Манюшка. Он смеялся над тобой, Грунь, да? Сельсовет позвал записаться. Что ты? Так, значит, разлюбила его Грунь, да? Это ты от гордости, Груня. От гордости, да? Никого я теперь никогда не буду. Никого мне теперь не надо. А его так и видеть не хочу. Пройду мимо, отвернусь. Верно, Груня, верно. На чёрт он нам дал. Я теперь, Маня, в учение подамся. Да, полная учёность. Да. Так и тётчицу-то у него аж, Грунь, придётся. Много что. Он на то и государством представленный, чтобы меня учить. А учитель, он, говорят, очень даже хороший. Куда ловить? Ну, вот и пускай учит. А мы его обе в десятилетку запишем и пущай учит. Ага. А ведь мы с тобой, Маня, ловки, как. Мы до всего дойдём. До полной учёности. Ну, это уж как водится. Пожалуйста, Александр Сергеевич. Александр Сергеевич, извините, но должен покинуть. Это куда же? А в класс. Ну, не смей задерживать. Секретарь. Да. Лечу, Костя. Знаю. Знаю. Скажи, был в твоей жизни такой случай, чтобы ты чего-нибудь не знал раньше меня? А это был бы плохой случай. Такого случая я тебе не желаю. Скажу больше. Знаю, что летит и знаю, с чем летит. Ну, друг, извини, я тоже знаю. Значит, всё в порядке. Так оно и должно быть. Как чувствуешь себя в связи с этим? Даже подумать в страже о событии огромной важности. Видимо, забыла. Вспомни. А, забыла, забыла. Ну, вспомни. Просто не знаю. Ты тоже скажешь. Пожалуйста. А то сразу не знаю. Ты же смешно слушай. Пойдём. Здравствуйте, Парваныч. Здравствуйте. Начнём? Пожалуйста. Шумили на гражданах. Пожалуйста. Можно? Да, да. Христианская война в Германии. Ну-ну. Интересно. Христианская война в Германии. Здравствуйте. Есть поучительный факт истории, являющийся важнейшим уроком в деле развития христианского движения. Средний Европа. Ну, а кого вы назовете из людей, возглавлявших крестьянскую революцию? Ну, а кого вы назовете из людей, возглавлявших крестьянскую революцию? Ну, так. А какое ещё имя вспоминается вам в этот период истории? Какое? Да, какое. Ещё. Ну, Лютер. Ну, Лютер. Ну, что же он? Ну, это показал, на что способна мелкая буржуазия. Ну, бюргерство. Лютер прошёл весь тот путь, известный нам именно по нашей, по русской буржуазии. В своё время, Лютер, возбуждая, народ вопил. Обрушимся, говорит. Нападём, говорит, на пап кардиналов, на всю ту свору, говорит, римского Содома. О, моем, говорит, наши руки в их крови. Ладно. Но едва народ пришёл в движение, едва народ стал представлять реальную силу, Лютер сразу же перетрусил, сразу же изменил народным элементам движения в пользу, конечно, бюргерской, дворянской, княжеской его части. Вот, черт брик, интересный факт, да? Когда крестьянское восстание охватило всю страну, Лютер не задумался протянуть руку. Кому? Да тому же папе римскому, чтобы призвать всю эту свору к уничтожению лучших людей страны и Томаса Мюнсера в первую голову. И вот, что он тогда запел. Игорь, крестьян революционеров, нужно, говорит, бить, тушить, колоть, говорит, тайно и открыто, уничтожать, говорит, как бешеный собак. Вот именно, что сам бешеный собак. Да-да, слушаем, слушаем. Нет, я так скажу. Особенное предательство сопутствовало всему течению революции всей крестьянской войне. Возьмите чрезмерная доверчивость крестьян к этим бюргерам, феодалам, к таким типам, как некий герк трузес, этот альба крестьянской войны по определению того же Энгельса. Минуточку. Это кто же такой альба? Герцог альба? Герцог альба, кровавое чудовище. По приказу Филиппа Второго Истанского огнем мечом, прошивший по странам Средней Европы, самый жестокий человек того времени. Так вот этот герк трузес и возглавил разгром крестьянского движения. Пользуясь темнотой крестьян, он не гнушался никакой подлостью. Он захлебнулся в крестьянской войне. Энгельс так описывает падение города Петлингена. Какой-то? Город Петлинген, такой крестьянский город. А, так-так-так-так. Значит, герк трузес предложил объединенным отрядом Сеуса Гербера, вот еще Фейербахера и Яшке Рорбаха Перемирия. Ладно. Все поверили. Поверили. А он 12 мая 1525 года и напал на них. Напал. Напал. Достигнутые врасплох отряды, конечно, отважно защищались, но были преданы еще раз. Кем? Да, конечно же, бюргерами, открывшими город. Трухзес. Трухзес устроил кровавую баню. Вожде отрядов бежать. Лишь Яшка Рорбах не оставил свой отряд и вместе с ним попал в руки к палачам. По приказанию Трухзеса он был привязан к солбу, обложен дровами и зажарен живым на медленном огне. А сам Трухзес пировал тут же, услождая взоры этим рыцарским зрелищем. Какая поздно, ведь это сколько же покрасили трудового крестьянства, а? А в силу чего? В силу чего? Задаю я вопрос. Постой, погоди. В силу того, что германское крестьянство не сумело связаться с рабочим классом. Вот положили. Вадя, успокойтесь, не было тогда рабочего класса. Этого не может быть! Иван Федорович, они же верно говорят, вот и перед их деньги указывают. Ну, неверно говорим. Не было рабочего класса. Нет, 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 нет. Вопрос, Иван Федорович, не было. Ну уж не знаю, как у них там было, но что-то не верится. Скажу только одно. И подчеркиваю тот факт, что именно доверяли. Кому доверяли? Вот, что молодежь этого не знает. Но доверяли помещику в кулаку. Но перестали доверять и разгромили тот класс эксплуататоров, значит-то раз и навсегда. Правильно. Вот хотя бы наш мариинский сел. Теперь ведь живем как люди. Верно, верно, батя. Да лучше верно. Обобщите, сделайте исторические выводы. Так ведь вывод ясен. Вывод ясен. Вывод ясен. Товарищи. Очевидно, придется прервать. Прервать придется. Прервать, surrender. Теперь перед поворотом не спрятали. Прервать! Поважай! А люди калякать будут! Костя Терентьевич, товарищ Конды, это за что ж нам так играть? Такой почет, да? Ну какой там почет, дядя? А ну, аккуратненько, аккуратненько. Таня? Здорово. Типанин, это везде, ты ее сурпитик. Мамашенько, мамашенько свою пристает? Маманя. Ну что вы, мама, стыдно вам. А и постарела же ты, маманя. А ведь поди и я не помолодела. Мам, ой, ой, орел какой приютел. Стопан Иванович, гляди-ка. Костякина, да? Отпустение. Да что ж такое счастье, дядя? В силу чего и в чебу. Отпулашение. Иван Федорович, слышь, Костякина. Девки, смотри, Костя. Степан. Здравствуйте, Костя. Да что же я? Из головы вон. Товарищи, разрешите сообщить вам великую новость, великую радость. Ну-ка, ну-ка. Среди нас присутствует кандидат депутата Верховного Совета. Это когда? Это товарищи, ваш односельчанин. Мой земляк. Вот Степан Иванович Маутин. Его кандидатуру выдвигает наша часть. Ну-ка, вот он тут перед вами. Иван Федорович, и что это такое получается, а? Товарищи, Саня, друг, в силу чего и как им нет положения, а? Степан Иванович, и что это такое получается? А еще говорил, туманность. Товарищи, товарищи, это же мой, именно мой сын от положения. Я старый партизан. Отец четырех сыновей и одной дочери. Из которых мне остались дочь Мария и один сын Степан Иванович. Что остальных сынов убили на гражданской войне. Но те дети, что остались мне, есть мои дети. Есть моя плоть кровь, есть моя радость и гордость. Ну, и как же мне теперь быть? Как высказать в словах ту радость и как передать ту гордость? Вот вопрос. Верно, отец Кейгин. Это верно. Да только я ли их такими сделала? Только матка ли их такими сделала? Советская власть их сделала! Да здравствует эта власть! Матка молодой! Сýбст cap Эта в твою честь с Костями забыл искусство? Ой, забыл. Ну, забыл. Вспомнись! Ежели? Вспомнись! Вот, приглашайте! Ой, боюсь! Груйте, миленький. Капота какая! Теперь поди важной встаньте, пан Ивань, не поглядите на нас. Ай-яй-яй, груйте. Ну, как вам не стыдно, груйте? Не ожидал я от вас таких слов. Ну, что там? Воспу поедете, там найдете свое счастье. Ну, что в игру не пало? Чего мне еще искать? И это мое счастье, пережить трудно. Ой, так ли, так ли, Степан Иванович? Поверьте мне, груйте, здесь я свое счастье нашел, здесь я останусь на всю жизнь. Вот как наши пути будут. Вы что-то сказали мне, груйте? А ведь я в Москву уезжаю, Степан Иванович. Дальше учиться буду. Ах, вот как. Хорошо, хорошо. Ну, поздравляю вас, груйте, желаю успеха всем. Степан Иванович, вот ведь какой вы кавалер. Бросили свою барышню. Нет, чтобы до дома довезти. Ну, так не то я вас провожу, у нас ведь все никакой людей. Не надо, груйте, не надо никуда меня провожать. Идите потанцуйте, идите. Лука. 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 ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Уезжает. Обе мои отличницы уезжают. Сестра Маня и Аграфена уезжает. Это которая Аграфена? Метали, с которой ты ланцет танцевал? Та самая. Между прочим, интересная женщина. Да. Степан, Степан, как же так? А вот так. Не пользуюсь взаимностью. Степан, не узнаю тебя. Что за ответ? Надо приложить усилия. Надо добиться. Ах, Костя, друг. Слишком легко я добился однажды, чтоб потом потерять на всю жизнь. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Прости, Степан. Кажется, вторгся. Виноват. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ничего. Ничего. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Между прочим, имею передать тебе привет. А вот так? Да. От Кати, если не ошибаюсь. Привет. Да. Так и сказала. Увидите, говорит. Передайте привет. Спасибо, Костя. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Не стой. Степа, ты меня извини, я вздремну немножко. Да, Костенька, конечно, конечно, голубчик, конечно. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Слышь, Груня, чё я тебе скажу? Невушка бы и ехать теперь неохота. Мари, замолчи. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пусть скажу всё, как есть. Пусть ещё раз откажет, но лучше знать, чем не знать. Верно. Правильно. Что ты, Костя? Я говорю правильно. Как сказал, так и делай. А вдруг опять откажет, Костенька? Пусть. Могуче знать, чем не знать. Ну, подпихте. Живо. Живо. Сейчас же. Сейчас же. Сейчас же. Костя! Пойдите. Маня, уйди отсюда. Груня, я не могу тогда остаться. Скажите одно только слово. Да? Или нет? Опять вы торопитесь, Степан Иванович. Один раз погорячились, и хватит. Проверьте себя. Ах, Груня, если бы вы знали, как всё ясно сейчас. Сейчас ясно. Потом помутни. М? Здорово, дядя. Вот будете в Москве, не забудете, так вспомните меня. Тогда скажите твоё слово. До свидания, Степан Иванович. Постойте. Стойте. Чудак, не простой. Теперь Витя. Витя. Поехали! Что же это? Спи ситер! Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.